Жительница Самары Нина Соколова рассказывает, преображение прилегающей к дому территории ждали всем двором. По адресу Победы 131 женщина с семьей проживает практически всю жизнь, и за эти годы машин под окнами становится все больше. Они захватили не только парковку, но и все ближайшие газоны. Нина устала мириться с ситуацией и вместе с группой инициативных жителей подала заявку на благоустройство двора. Все жители, конечно, очень хотели, чтобы у нас получилась вот такая вот площадка, и вообще был порядок, и хотя бы было поинтереснее детям на площадке гулять. Мы, конечно, собирались, ходили, собирали подписи, просили жителей, рассказывали, что будет, как будет происходить. Вот сейчас до нас дошла данная программа, мы очень рады, все ждали. Вот, пожалуйста, работы начались. По проекту жителей во дворе появится детская площадка и спортивные объекты. Здесь установят теннисный стол, турники и две спортивные площадки для игры в футбол и баскетбол с мягким прорезиненным покрытием, а также расширит проезжую часть и увеличит количество парковочных мест. Сейчас производится работа, подготовка под асфальтное покрытие, под резину, вот, и в скорое время начнут восстановить мафы. Спортивный комплекс, теннисный стол и мафы под детей. В этом году в Кировском районе жители девяти многоквартирных домов получат обновление локации. Это пять больших дворов. Инициативные жители подают заявку, да, и администрация делает все, что можно, чтобы реализовать все поданные заявки. У нас уже начались работы еще по двум адресам. Там проведен демонтаж, там вот по одному адресу сейчас установка освещения ведется. Вот, но сейчас у нас вот основной адрес вот этот, потому что мы хотим его сделать первым, чтобы максимальное внимание по каждому адресу уделять во время работы тому, как это все происходит. Работы во дворах Кировского района планируют завершить к середине августа. Также по инициативе жителей благоустраиваются и общественные пространства. Голосование за территории, которое благоустроят в 2022 году по программе формирования комфортной городской среды, стартовало и продлится до 30 мая. Отдать свой голос за выбранный проект можно через сайт госуслуги на сайте 63.городсреда.ру, через виджет «Мой выбор. Мое будущее» на сайтах администрации Самары и внутригородских районов, а также с помощью волонтеров, которые будут работать в торговых и многофункциональных центрах. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.